Представляя в Санкт-Петербурге кроссовер Karoq российской сборки, представительство неожиданно рассекретило и обновленный лифтбэк Шкода Рапид. Официально машина названа принципиально новой, но авторы пресс-релиза тут же оговариваются. Дескать, Рапид сохранил прежний функциональный кузов. Что же тогда нового? Прежде всего, дизайн. Передняя часть с почти треугольными фарами и бампер с сетчатой вставкой, конечно же, заимствованный у европейского хэтчбэка Шкода Скала. Причем в некоторых версиях фары Рапида будут диодными. Минимальный диаметр колес вырос на 1 дюйм, теперь у Рапида 15-е или 16-е диски. Изрядно переработанный интерьер тоже от европейской Скалы. В переднюю панель встроена пара USB-портов. Впервые на российских Шкодах установлен мультимедийный интерфейс последнего поколения MIB3. Центральный дисплей может быть 6- или 8-дюймовым. Заказать можно расширенную подсветку салона, подогрев руля, контроль дистанции перед машиной и цифровые приборы. Мы хотим предлагать клиентам Рапида, которые очень лояльны нам, чтобы они тоже могли почувствовать эту технологию, этот хороший качественный дизайн и очень много новых опций, которые старый Рапид не предлагал. Российский Рапид сохранил платформу PQ25. Не изменилась и гамма силовых агрегатов. Атмосферный двигатель 1.6 предложен в двух вариантах мощности, а комплектует его 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Турбомотору 1.4 положен только 7-ступенчатый преселективный робот. В продаже рестайлинговый Рапид появится в первом квартале следующего года. Базовая версия на механике подорожала на 32 тысячи рублей, а полный прайс-лист объявят позже.